Калининский район, вокруг частный сектор, рядом храм во имя святого великомученика Георгия Победоносца. Жители объединились с представителями храма и властью, разработали дизайн-проект в 2023 году. Подрядчик уже успел поменяться и сейчас новая бригада приступила к благоустройству сквера Падеева. Территория, скажу сразу, непростая. Из-за рельефа и уклонов складировался и снег, и отводились талые дождевые воды на территорию. Сейчас, конечно, это недопустимо, поэтому мы эту проблему решим. Условно, сквер поделен дорожками на четыре части, и каждая из этих четырех частей внутри заполнена газоном и растением. Там будет сделано понижение грунта, а дорожки сделаны с наклоном в одну из сторон. То есть, та вода, которая будет попадать на дорожку, она будет скатываться на зеленую зону. Засыпали площадку песком и щебнем. Сейчас монтируют деревянные кольцевые лавочки. Внутри засеют эту территорию газоном, также к лавочкам проложат плитки. В основном будут деревья яблони. В центре, в виде такого круга, немножечко скорректировано с центра, в качестве такой небольшой доминанты, будет высокая уссурийская груша, которая достигает больше 10 метров своей высотой, когда это уже зрелое растение. Ну а в газончиках будет клевер, обычная травка, какие-то около похожие на розы цветочки. То есть, такое самое неприхотливое, но при этом долго держащееся, типичное для нашего климата. Я участвовал в разработке этого проекта, мы общались вместе с профессионалами, они нас убедили, что это должно быть не временным, а достаточно постоянным и очень красивым озеленением. Со стороны храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца уже уложили бордюрный камень, но и внесли некоторые коррективы в проект. Например, эта проезжая часть должна была стать пешеходной, но жители решили иначе и оставили все как есть. Вообще, в идеале хотелось бы видеть что-то для того, чтобы ребятишки на роликах могли покататься. Потому что, ну, когда-то здесь было все заасфальтировано, да, здесь был рынок, и это место было у детей именно востребовано для катания на роликах, потому что была ровная площадка. Ну, сквер, как бы, не худший вариант. Ну, ждем, конечно, потому что развлечений тут мало. За последние годы очень хорошо изменился прямо поселок, наш стал разрастаться много. Я вспоминаю, что 30 лет назад, когда я приехала сейчас, очень большое изменение и в лучшую сторону. И сквер, да, здесь у нас много мам с колясочками, они бы ходили с удовольствием, бы гуляли. У меня у самой маленький внук, 5 лет ему, мы бы сюда сходили, бы отдыхали с удовольствием. Смонтируют столбы, установят урны, а после приступят к озеленению. Ознакомиться с полным дизайн-проектом можно на сайте «Зеленый Новосибирск». Все работы здесь завершат 15 сентября 2024 года.